В эфире Буктовые итоги недели. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Коротко о главном. Нам предстоит реализовать большой объем работы в экономическом, гуманитарном сотрудничестве, образовании, культурном обмене, вопросах, связанных с молодежной политикой и многих других. Главное, чтобы строго соблюдались поручения глав наших государств. А принятые решения шли на пользу гражданам России и Беларуси. Город Брест с рабочим визитом посетил посол России в Беларуси Михаил Бабич. В ноябре строители планируют соединить все части строящегося сегодня монолитного кольца на западном обходе. Об этом нашему корреспонденту Анастасии Ноздрин-Плотницкой рассказали участники Большого совещания, в котором были задействованы руководители всех подрядных организаций. Большая городская уборка. Горожане, предприятия, организации, депутаты и чиновники активно участвуют в осеннем месячнике по благоустройству областного центра. Известный в городе наставник по греко-римской борьбе, мастер спорта СССР, обладатель титула чемпион мира среди ветеранов Константин Кемов. Ирина Альшова побывала в гостях у оптимиста, талантливого наставника и целеустремленного человека. Обо всем подробнее прямо сейчас. На этой неделе в Бресте с рабочим визитом находился чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, специальный представитель президента России Михаил Бабич. Одна из задач пребывания в городе над Бугом – наиболее тесное ознакомление с промышленным потенциалом областного центра с целью развития торгово-экономического сотрудничества стран-соседок. Какие шаги по расширению сотрудничества намерены реализовать в ближайшее время и в каких сферах, а также насколько успешно прошло знакомство российского политика с промышленным потенциалом областного центра Брещины, расскажем в первом материале выпуска. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Михаил Бабич уже успел побывать во многих регионах Белоруссии. Дважды в Могилеве и Гродно в минувший четверг встречали дипломата на Брестской земле. Начался визит Михаила Бабича на территории Брестской крепости с обзорной экскурсии. Далее в программе – посещение флагманов белорусской пищевой промышленности. Экскурсию по действующим цехам предприятия «Санта-Бремор» провел генеральный директор «Санта-Импекс-Брест» Александр Машенский. Ежедневно здесь производят более 1 миллиона упаковок готовых продуктов. Это свыше 100 тысяч тонн продукции в год. В структуре холдинга работают компании, расположенные и в стране соседки. В выпуск осуществляют шесть заводов, находящихся в Беларуси и России. Спектр сотрудничества очень широкий. В сфере экономики, вы сами видите, вы сопровождаете. В основном наши поездки, которые мы совершаем по предприятиям промышленности, как правило, мы смотрим и изучаем ситуацию, связанную с предприятиями, либо где есть российский капитал, или есть большой объем кооперации с российскими предприятиями, большой объем реализации либо на российский, либо на белорусский рынок. То есть там есть торгово-экономические отношения между Россией и Беларусью в рамках союзного государства. Далее в программе рабочей поездки началось посещение предприятия «Савушкин продукт». Завод «Автомат», объединяющий высокотехнологичные производственные площадки, расположенные в Бресте, Пинске, Каменце и Столине. Компания осуществляет поставки молочной продукции в 28 стран мира. Один из основных экспортных рынков сбыта является рынок России. Для более эффективной работы в Москве было создано два собственных торговых дома, через которые осуществляются поставки продукции в адрес торговых сетей. «Политику такую проводим, что на территории Республики Беларусь, что на территории Российской Федерации мы не делим. И с сетями работаем, так же, как и с белорусскими сетями, так же и с российскими. И людей не делим, потому что тоже для нас дорого сегодня каждый человек, каждый покупатель. Я надеюсь, что в ближайшее время мы поедем изучать уже рынки России по-другому, потому что Савушкин продукт все равно в любом случае мы будем расширяться. Надеемся, что скоро одно из предприятий появится у нас и в Российской Федерации». В ходе рабочей поездки дипломату был задан ряд вопросов, один из которых – платежи Беларуси за поставляемый природный газ и таможенные пошлины за сырую нефть. Михаил Бабич подчеркнул, в этой части все обязательства выполняются в полном объеме обеими сторонами. «263 миллиона долларов, я не ошибаюсь, 10 или 11 октября поступили в белорусский бюджет. Это те средства, которые необходимо было компенсировать за перетаможку. Еще 200 миллионов долларов – это деньги, которые являются шестым траншем евразийского кредита. Тоже поступили в белорусский бюджет. Что касается расчетов по газу, то они восстановлены и идут в плановом режиме. Ну и по большому счету до конца года теперь уже только остались плановые платежи, которые помесячно будут осуществляться по перетаможке и по остальным двухсторонним обязательствам, которые существуют». Подводя итог своеобразной пресс-конференции, Михаил Бабич подчеркнул, что еще предстоит реализовать большой объем работы в сфере гуманитарного сотрудничества, образовательного и культурного обмена, молодежной политики, а также в рамках вопросов визового режима. «Сейчас в высокой стадии готовности уже находится проект соглашения о взаимном признании виз. Он сейчас проходит процедуры межгосударственных согласований и в России, и в Беларуси. Но я не буду сроки называть, чтобы, не дай бог, что называется, а не сгласить. Но надеюсь, что в ближайшее время мы такой документ окончательно согласуем, он будет подписан и создаст необходимые правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в рамках союзного государства перемещались по одной визе, которую они получат либо в России, либо в Беларуси». Виктория Саченко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. И еще об одном визите. Дипломатические отношения и партнерство между Беларусью и Китайской народной республикой уверенно набирают силу и размах. В Бресте практически ежемесячно проходят встречи руководства города с представителями делегаций из Поднебесной. У областного центра установлены тесные побратимские связи с городами Сягань и Баинь. В прошлом году протокол о дружбе, обменах и сотрудничестве был подписан между Брестом и китайским городом Ухань, представители которого прибыли с рабочим визитом в областной центр на этой неделе. Об итогах встречи прямо сейчас. Это далеко не первая встреча белорусских и китайских партнеров. Уже проведено три визита. Дипломатическая дружба между двумя регионами зародилась еще два года назад, а в 2017-м между городами было подписано соглашение об установлении дружеских связей. Цель состоявшейся встречи – развитие более тесных торговых отношений. Сегодня внешний торговый оборот города Бреста с КНР составляет более 55 миллионов долларов США. Ежегодно мы перерастаем от 20 до 30%. Основные виды продукции, которые поставляются на экспорт, это у нас молоко и сливки, это сыворотка, соответственно, ведущего молочного предприятия «Савушкина продукта». Мороженое поставляет «Санта Брэмар». «Термобрест» отгружает свою продукцию, поэтому у нас еще есть большой потенциал для отгрузки на экспорт. Развитие экономических и торговых связей, туризма, науки, образования, промышленности. У обеих сторон есть заинтересованность в реализации целого ряда проектов. Однако на встрече более пристальное внимание. Представители городов-партнеров уделили укреплению сотрудничества в сфере логистики. В Бресте планируется основать логистический центр. В его создании заинтересованы оба партнера. Сегодня мы посещаем Брест, чтобы продвигать более конкретные проекты. Строительство логистического центра очень важно. Наш город Ухань развит в области промышленности. Есть много хорошей продукции, которая будет интересна белорусам. А у вас качественные молочные и сельскохозяйственные товары. Они заинтересуют наших потребителей. Развитие экспорта и импорта взаимовыгодно для обеих сторон. Так как мы находимся на перекрестке между транзитным грузопотоком между Азией, Россией и Казахстан. Поэтому мы находимся на той перекрестке, где необходимость именно нахождения этого логистического центра. Поэтому мы сегодня хотим продемонстрировать именно свою территориальную принадлежность. Показать, где может и должен располагаться именно этот логистический центр. Также переговорим непосредственно с субъектами хозяйства, которые с нашей стороны, с белорусской стороны заинтересованы в реализации данного проекта. На встречу оговаривались и два варианта места расположения логистического центра. Площадка Белотерминала и предприятие Брест Внештранс. В ходе визита китайская делегация посетила именно Брест Внештранс. Окончательное решение будет принято позже. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Уже в ноябре строители планируют соединить все части строящегося сегодня монолитного кольца на западном обходе. Об этом стало известно накануне в рамках расширенного совещания на объекте. Участие в мероприятии приняли представители всех подрядных организаций. Работы сегодня сосредоточены на нескольких участках, которые в перспективе соединятся в единую монолитную конструкцию, которая и разгрузит автосообщение между центральной частью города и микрорайонами Речица и Дубровка и устранит пробки. Те, кто ежедневно перемещаются по маршруту, уже успели оценить масштаб проводимых здесь работ. Размеры и сама конструкция действительно удивляют. Анастасия Наздрин-Плотницкая побывала на совещании и узнала подробнее о дне сегодняшнем западного обхода. С первых дней появления строителей на переездах по маршруту «Центр» микрорайон Речица-Дубровка в речане внимательно наблюдают за тем, как возводится вторая очередь западного обхода. И если поначалу скептики не верили в то, что построить такую конструкцию вообще возможно, сегодня, когда объект приобретает очертания, скептицизм сошел на нет. Архитекторы и строители смогли создать такой проект, который не только удачно впишется в существующую инфраструктуру, но и сделает перемещение автовладельцев более комфортным. Сегодня основные работы сконцентрированы на монолитном кольце – уникальной мостостроительной конструкции. Основные работы сейчас выполняются по сооружению кольцевой эстакады. Это в районе реческих ЖД переездов. Задача стоит в ноябре этого года – соединить так называемое монолитное кольцо. При этом параллельно выполняются работы и на съездах. Это на улицу Брестской дивизии, Поплавского, Дворникова и лейтенанта Рядцева. О следующих этапах Большого строительного пути разговор продолжался уже в штабе. Сегодня здесь расширенное совещание. Каждая из подрядных организаций докладывает о выполненном участке работ, а также определяет планы на перспективу. Научное сопровождение объекта ведет ДОРНИИ институт, и параллельно со всеми еще идет сопровождение экспертизы этого объекта. А ближайшая перспектива такова. Строители собирают во единой части монолитного кольца. К ним сегодня подводят дорожные спуски. Работы ведутся на нескольких участках, которые в скором времени соединятся в комплекс, имя которому – западный обход. Со стороны героев обороны Брестской крепости уже укладывается асфальтобетонное полотно. Благоустраивается улица Зубачева. Следующий этап работ не менее объемный. Следующий этап – это будет само мостовое полотно, изоляция, выравнивающие слой, монолитные тротуары, продольные, поперечные швы, асфальтобетонное покрытие. И потом пойдет уже само перильное ограждение. Это по всей эстакаде. И где примыкает к частному сектору и воинская часть будут шумозащитные экраны. Работы, запланированные на 2018-й, выполняются согласно утвержденным графикам. Несмотря на то, что трудятся строители непосредственно над железнодорожными путями в центре оживленного участка дороги. Так что не стоит сомневаться. К тысячелетию Бреста уникальный для Беларуси объект – западный обход – будет введен в эксплуатацию. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербат, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Череда инициативных субботников стартовала в городе над Бугом в рамках объявленного Брестским горосполкомом «Месячника по благоустройству». Вооружившись лопатами и граблями, сотрудники различных организаций, ведомств, субъектов хозяйствования Ленинского района наводят порядок на своей малой родине. Список городских участков, где проходит массовая уборка, очень большой. Об осеннем преображении города прямо сейчас. Маленькому Сереже нет еще и четырех, а он уже посадил свое первое деревце в жизни. Мальчик – участник субботника, инициированного администрацией Ленинского района, который состоялся на территории двух домов семейного типа, что на улице Высоковская. Озеленением и благоустройством здесь занимались сотрудники администрации, родители-воспитатели и дети. 20 туй, 10 яблонь, 10 кустов смородины и столько же крыжовника. Улица Высоковская станет ярче и красивее. Высаживали строго по технологии в благоприятный и оптимальный период. Мне больше всего нравится сажать эти маленькие туи, потому что их просто легко все это делается. А вот все остальные, маленькие, большие, они сейчас садят цветы. Например, маленький Сережка поливает цветы. Все хорошо, благоустраивать улицы, озеленять улицы сегодня, убирать набережную и реки Муховец. Но вместе с тем вот у нас есть такое прекрасное дело, которое мы делаем все вместе. Наши детские дома семейного типа уже официально сданы, но еще пока не заселены. На данном этапе мы занимаемся подбором семей, подбором родителей, родителей в дома семейного типа и завозом мебели. Наводить порядок всем районам – традиция давняя. Работа ранним субботним утром на свежем воздухе, пока город спит для здоровья и на благо своей малой родине. Череда субботников охватила Ленинский район полномасштабно. Работа спорится, а список городских участков, где проходит активное благоустройство и озеленение, пополняется с каждой субботой. Сегодня работа кипела на территории общежитий предприятий Брестского мясокомбината и Брестельмаша. Вышли всем коллективом, потому что хотим, чтобы территория нашего общежития была чистой, аккуратной, благоустроенной. Сейчас мы занимаемся тем, что убираем ее, а по весне у нас будет происходить, можно сказать, капитальный ремонт, потому что это будет и покраска, это будет и замена крыши, это будет замена брусьев на наших скамейках. Сегодня в их руках не тетради и дневники, а грабли и лопаты. За инструменты взялись и учащиеся 5-й и 27-й школ, а также 3-й гимназии. Не остались безучастными и студенты, проживающие в общежитии Брестского государственного университета имени Пушкина. Генеральная уборка проходила и снаружи, и внутри здания. Наводили порядок всем коллективам – и студенты, и работники общежития. Субботник у нас традиционный. Мы каждую весной и осень выходим на субботник, приводим в порядок территорию, высаживаем кустарники и цветы весной. Сейчас просто у нас уборка. Субботники – это, конечно, дело добровольное. Брещание в наведении порядка на земле принимают участие, как всегда, очень активно. Не только для того, чтобы поддерживать статус города, как одного из самых чистых, ухоженных и благоустроенных уголков страны, но и сэкономить бюджетные средства, чтобы в дальнейшем задействовать их на социально значимые проекты. Плох тот спортсмен, который не хочет стать чемпионом. Если перефразировать известное выражение, то оно как нельзя кстати подходит брещанину Константину Кемову. Известный в городе наставник по греко-римской борьбе мастер спорта СССР, а с недавних пор еще и обладатель титула чемпион мира, правда, среди ветеранов. Для человека нет ничего невозможного, считает Константин Валерьевич, поэтому мечты должны сбываться. В гости к оптимисту по жизни, талантливому наставнику и просто целеустремленному человеку отправилась наш корреспондент Ирина Альшова, чтобы познакомиться с единственным в Бресте чемпионом мира по греко-римской борьбе. В спорте, а точнее в греко-римской борьбе Константин Кемов всю жизнь. Его мама тренер по гимнастике, поэтому свои первые шаги Константин делал на гимнастическом ковре, а судьбу связал с ковром борцовским. Сегодня Константин Валерьевич Кемов тренер в областной дюшер профсоюзов по видам борьбы. И среди его учеников немало чемпионов и призеров республиканского уровня. Кстати, с особой теплотой Константин Валерьевич вспоминает своего первого наставника, давшего ему путевку в большой спорт. Первый тренер Бабинов Валентин Иванович, покойный уже, к сожалению. Он воспитал очень много знаковых спортсменов. В его, как говорится, по сложному списку есть чемпион мира, много чемпионов Советского Союза, мастеров спорта, целая плеяда. Он очень прекрасный педагог был и заложил любовь к спорту, любовь к борьбе. Ирония судьбы, но у спортсменов-борцов вся жизнь борьба. Спортивных звезд с неба Константин Кемов не хватал. И так получилось, что сегодня его главным достижением стал чемпионский титул, который он завоевал на мировом форуме в Перми в октябре 2018-го. И в этом, считает наш герой, большая заслуга семьи. У Кемова два сына и оба тренеры по борьбе, а также друзей и учеников. Это для них тоже является каким-то стимулом к занятиям спортом. Те же ученики, видя, что их тренер в хорошей спортивной форме, показывают результат на таком уровне. То есть они понимают, что нет ничего невозможного. Ну и показывают тоже, стараются выступать, показывают тоже результат. На ветеранских турнирах европейского и мирового уровня Константин Кемов не новичок. Наш земляк становился чемпионом и призером открытого чемпионата Польши. В 2016-м на своем дебютном чемпионате мира в Финляндии Кемов завоевал бронзу. Мировый тур в Болгарии пришлось пропустить из-за травмы. А вот 20-й чемпионат мира стал по-настоящему триумфальным. Чистая победа во всех трех схватках. У нас в Беларуси, кстати, шесть чемпионов мира по ветеранам. Всего за 20 чемпионатов проведенных, которые есть, шесть чемпионов, которые стали. Вот в разговорах с ними мы встречались где-то на соревнованиях, где-то еще. И они просто меня уговаривали, чтобы я принял участие среди ветеранов именно. И вот два года назад я попробовал и занял третье место в Финляндии на чемпионате мира. Естественно, я не удовлетворился этим результатом и стал готовиться уже дальше, чтобы стать победителем. К слову, за титул чемпиона денежного вознаграждения не предусмотрено. Главное – на аккредитационный взнос насобирать, да на лицензию делится наш спортсмен. Константин Валерьевич благодарен друзьям, которые помогли ему финансами для поездки на мир. На следующий год необходимо все собирать заново. В планах Константина Акемова поездка на чемпионат мира в Грузию в 2019-м. Уроженец Калининграда, ставший белорусским чемпионом и связавший свою судьбу с Брестом, мечтает еще раз прославить свою страну. Я полюбил Брест всей душой. Здесь моя семья, здесь у меня встретил свою будущую жену. Родились у меня два сына здесь. Кстати, тоже они тренера по борьбе. И один и второй закончили наш институт педагогический. Поэтому город для меня стал родным и я себя не вижу без Бреста. После завоевания чемпионского титула Константин Кемов на лаврах почивать не собирается. Не привык. Сегодня он активно тренируется сам. Необходимо держать форму и совершенствовать навыки. А еще тренирует других. Передав в училище Олимпийского резерва шестерых перспективных спортсменов, Константин Валерьевич набрал две новые группы малышей-семилеток, чтобы научить бороться и побеждать. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Три дня город над Бугом принимал международные соревнования пограничных ведомств государств участников СНГ по служебному многоборью и чемпионат БФСО «Динамо». Традиционно принимающей стороной выступает Брестская организация Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Испытать свои силы в трех дисциплинах – стрельбе и стабильного оружия, плавании и беге – собрались лучшие спортсмены силовых ведомств Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также пограничных структур Белоруссии и России. За ходом соревнований наблюдали наши корреспонденты. Порядка сотни представителей силовых ведомств, а также пограничных служб Белоруссии и России вышли на огневой рубеж для прохождения первого этапа чемпионата по служебному многоборью. Базой для проведения стал стрелковый тир БФСО «Динамо», а сами «Динамовцы» традиционно выступают принимающей стороной престижного среди силовиков чемпионата. На данном чемпионате участвуют не только ведомства-учредители общества «Динамо» Белоруссии, также участвуют команды из многих стран СНГ, поэтому это дает возможность для дружеского отношения, для профессионального общения и для налаживания контактов. Приобретение служебных, дружеских контактов – это, к сожалению, в этом году приехали только россияне. Обычно сюда приезжают и казахи, и украинцы приезжали раньше. То есть это международные соревнования, которые сплачивают всех пограничников СНГ. И я думаю, что эти соревнования будут жить, продолжаться. И хорошо, что мы проводим эти соревнования вместе с БФСО «Динамо». Команды ЕСБФСО «Динамо» – это повышает зрелищность и состязательность соревнований. На огневом рубеже – сотрудники силовых ведомств. Оружие, табельное, пистолет Макарова. Задача – показать максимальный результат. Для этого судьи дают время на пристрелку и основных 10 выстрелов, чтобы заработать баллы, которые станут основой итогового результата. А для достижения цели – необходимы хладнокровие, хорошее зрение и твердая рука. Служеный в Бори является неотъемлемой частью. Противнослужебной деятельности, где можно проявить себя в стрельбе, плавании, беге. Хорошая физическая подготовка любого военнослужащего является гарантом противнослужебной деятельности для задержания нарушителей и для выполнения остальных поставленных задач. Помимо стрельбы сюда входит плавание на 100 метров и бег на полтора километра. По итогам выполнения каждого вида участник получает определенное количество очков, которые в сумме и показывают личный результат спортсмена. А сумма набранных очков участниками сборной – командные. Здесь главное быть психологическим готовым и физически. Здесь не нужно быть во всем виде первым. Если ты делаешь все виды чуть выше среднего, ты будешь впереди. И главное – держаться выше середины, где-то сильно не выделяться. Тогда ты будешь в призовой тройке. На беговых дорожках участники соревновались в трех возрастных категориях среди мужчин и одной среди женщин. Дистанция в полторы тысячи метров стала завершающим этапом программы служебного многоборья и последним шансом завоевать недостающие баллы для победы в личном зачете. Служебное многоборье – вид трудный и непредсказуемый. Они помогают психологически, помогают в борьбе, помогают концентрироваться, собираться в самый нужный момент и выдавать те невозможные ресурсы организма, в которых кажется, что их нет, и ты не можешь это сделать. Но когда твой организм уже на пределе, он выдает то, что тебе кажется невозможным, и это дает большую силу для работы, для дальнейшего каких-то достижений своих целей. Есть люди, которые любят легкую атлетику, есть, которые плавание, есть, которые любят стрелять. А здесь есть универсальная возможность и пострелять, и побегать, и поплавать одновременно. Поэтому мы энтузиасты этого спорта. Этот спорт развивает БФСО «Динамо» в нашей стране. Это не олимпийский вид спорта. И, к сожалению, может быть, когда-нибудь мы, наверное, выйдем на международную аренду. Но пока что проводится только в рамках силовых ведомств. Завершился чемпионат торжественной церемонии награждения. В командном зачете третье место заняла команда Государственного пограничного комитета Беларуси. На втором – команда пограничной службы Российской Федерации. Победу уже праздновала сборная команда белорусских органов пограничной службы. Ирина Альшова, Павел Молшонок, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». Это были итоги недели на «Бук-ТВ». Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виктория Осаченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В ближайшие дни Брещено будет находиться в холодной воздушной массе. 21 октября в Бресте осадка в синоптике не прогнозирует, но в ночные и утренние часы сгустится туман. Ветер северного направления неустойчивый, слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью плюс 5-7, максимальная днем 10 градусов. 22 октября Беларусь будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления. Первый день рабочей недели будет отмечен переменной облачностью, пройдет он без осадков. Ветер ночью юго-западный неустойчивый, слабый, днем западный умеренный. 4-6 градусов со знаком плюс. Такова температура воздуха в ночные часы и до 8 градусов днем. Субтитры подогнал «Симон»!